Здравствуйте! Вы смотрите программу «По существу» с вами Ольга Алексеева. Кто-то его любит, кто-то ненавидит, кто-то считает сумасшедшим, но для некоторых он почти святой. У нас в гостях русский рок-музыкант, актер, поэт, радиоведущий Петр Мамонов. Петр Николаевич Мамонов – человек противоречивый и многогранный. Его творческая карьера началась в 1984 году создание рок-группы «Звуки Му». Многие его знают по роли отца Анатолия из фильма «Остров». Помоги мне, пожалуйста, чтобы ножка никогда не болела и не заживала. Врач раба твоего и воевала. Воздвигни его. И тебе славу воссылаем, отцу и сыну и святому духу. Слава тебе, Боже. Слава тебе, Боже. Господи, помоги Иванчику. Петр Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, в чем черпаете силы жизненные? В чем источник ваш? Я все время рассказываю такой, один и тот же анекдот есть. Вот конкурс Акынов. Знаете, Акыны – это… Вот конкурс Акынов. Молодой. Выходит он. Все, он умеет. А старый выходит и бэм-бэм-бэм на одной струне. Ему говорят, посмотри, что ты. Он говорит, вон, молодой как. Он говорит, отлично. Он говорит, он ищет, а я уже нашел. Вот так. Вот. Поэтому я уже нашел. Я уже нашел. И смысл жизни нашей, как учат нас мудрые, смысл нашей жизни в подготовке к вечности, которая будет. Будет это тело кончиться, будет жить наш дух, то, что есть мы, наша самая главная суть. Вот у вас по существу программа, вот наша суть. Это, знаете, как вот щепоточку взять, что мы с вами есть. Вот самое-самое, наше главное самое. А остальное все вот так вот встряхнуть. Вот это. Вот это останется. И вот это будет. Представляете, что есть наша душа, наша суть. Вот это будет центрообразующая сила нашей будущей плоти. То есть наша будущая плоть созиждется вокруг вот этого единственного нашей подданной сущности. Вот что нам обещано, думаю я. Беру остальные все учения, остальные все приколы, все остальные мысли, экивоки, виляния. Нет, все жиже намного. А вот это жутко интересно. Начинаю читать Евангелие, Библию, святых отцов, которые думали об этом, размышляли, жили в пустынях, несли подвиг. Наша страна, вот, все у нас полито кровью мучеников за 20 век. А надо было сказать одного, только одно слово, Бога нет. Они сказали, нет, мы не будем так говорить. И их всех убили. Вот я им верю, потому что они кровью расписались. Это было когда-то тогда. А вот у нас был парень, 19-летний, Женя Родионов, недавно совсем. Ему сказали, сними крест, и мы тебя оставим в живых. Или голову тебе отрубим. Он говорит, рубите голову. Вот такой, как мы, вот сейчас. Не так давно это было. Вот оказывается, как. Эти люди поняли, что будет вечность. И там мы будем вечно существовать те, которые приготовились за эту жизнь. К той вечности. Меня это очень вставляет сильно. Как вы пришли к Богу? Да и когда вот так вот стало. Когда жить стало незачем. Мне в 45 лет стало незачем жить. Когда группа рассталась? Вот вам лет 20 с лишним. Вот в 20 с лишним лет я бегал по этой улице. Я был самый главный. У меня все было. Бабки, деньги, жена, дети, любимая работа, слава. Все. В 45 лет я уже достиг всего. У меня было все. И мне стало незачем утром вставать. Мне стало утром вообще незачем вставать. Я думаю, чего я, зачем я? Кайфы все я пробовал. Нигде я ничего не нашел. Но там бах, лежать, бах, лежать. Обдолбиться там, эту стенку повесить. Ну, что? Что? Вопрос. Вопрос. Да. Роль отца Анатолия в фильме «Остров» насколько повлияла на вашу жизнь? Наверное, кардинально, мне кажется. Нет. Это просто я по своим мелким поводам, о которых рассказываю, пить бросить, курить бросить, я вот так же бился перед Богом. Так же я плакал, так же я падал, так же я рыдал. Поэтому мне это было ясно из предыдущей жизни моей. Роль – это никак на артиста роль не влияет. Это сказки все. Артист влияет на роль. Дух творит себе формы. Есть такой духовный закон. То есть, какого ты духа, такая будет у тебя и внешняя форма. А роль – это вот внешняя форма. Вот если бы я не шел бы по этому пути, ну как бы я сыграл? Да никак. Никак. Поэтому люди, которые берутся за такие сложные роли, не будучи, вот я играл Ивана Грозного царя, вот я не был царем, вот оно и что-то вышло, а что-то нет. Потому что мы не представляем. Но я старался играть там человека, который вот грех опять на колени, потом грех, потом опять на колени. Так и мы в жизни своей, да. Если у нас нет изменения, движения. Вспомните фильм «Осенний марафон», да. Видели фильм «Осенний марафон», нет? Ну, кто видел? Там вот дядька такой хороший, в Басилашвили играет, замечательный артист. Вот он, любовница у него, вот он с ней разрывается, вот жена, вот он, все. И вроде он сказал жене, все, я больше не буду, все. И опять кончается фильм, опять она звонит, он, да, и вот по кругу, по кругу, по кругу, понимаете? Так и мы, если мы не меняемся, если мы… А как же нам меняться? Во-первых, надо иметь к этому собственную волю, собственное стремление и просить у Бога помощи. Только наша воля и Божья. Есть такое понятие синергия, то есть двойная энергия. И вот хочу бросить пить. Пью на свои, не лезьте ко мне, буду пить, чтобы мы не стали пить, не может быть, вот эти все прискошки. Тогда бесполезно. Если увидел, что все, пропасть, конец, надо бросать, и не могу сделать ничего, вот тогда, Господи, помоги, и сам стараюсь изо всех сил. Тогда будет. Но будет лет через 15. Сколько пил, столько и будешь завязывать, браток. Не с понедельника, а то пил 20 лет, балдел, гулял, балдел, гулял, а потом, Господи, ну, бывает и так, но очень редко. Времена всегда ужасные и тяжелые, жизнь всегда тяжелая, но всегда есть свет, всегда есть Господь, Господь всегда тот же самый, какой был и в первом веке, такой и сейчас. Он всегда тот же самый, любящий, кроткий, прощающий, самое главное, любящий. Человек же хочет, чтобы его любили. Что вы хотите, чтобы вас любили? Не только мысли, чтобы вас любили, как таковую. Вот такой дядя Петя приехал, вот Олечка сидит, вот такая, все, в Чебоксарах, все. Ну, как к вам относиться? Да только с любовью, с пониманием. Что-то вы поняли из того, что я сказал, что-то мимо проскочило. Может, все поняли. Я все понимаю, поверьте. Вот, видишь, Ольга, как хорошо. Видишь, недаром я, значит, уже, если ты уже одна поняла, извини, я на «ты», но как бы из таких, из дружеских, это не из панибратства. Уже, значит, я не даром. Может, там никто мимо. Если ты одна хоть что-то поняла, уже, уже надо стараться. Я все-таки старше, жизнь прожил, что-то понял. Вот такие вещи, Ольга. Золотая моя Ольга. Спасибо вам за беседу. Приезжайте к нам в гости еще. До свидания. Да. До свидания. Все. До свидания.